Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В очередной раз изучая базу партии Магнуса Карлсона, я неожиданно натолкнулся на поединок, в котором фамилия его противника полностью совпадала с фамилией самого Магнуса. Мало ли в скандинавских странах Карлсонов, подумал я, но когда открыл окно самой партии, то сразу понял, что обзор на этот поединок я сделать просто обязан. Дело в том, что совпадение фамилий соперников в этой партии отнюдь не было случайным, так как против чемпиона мира играл никто иной, как его родной отец Хенрик Карлсон. Встретились они на турнире с громким названием Arctic Chess Challenge в 2007 году, когда будущий чемпион мира только начинал входить в мировую шахматную элиту, но уже был гроссмейстером-семисотником. Как мы видим, рейтинг Хенрика Карлсона абсолютно не сопоставим с рейтингом его гениального сына, но все же 2089 это уровень крепкого первого разряда, что также само по себе немало. Тем интереснее проследить, как же проходила встреча этих двух очень близких людей. Это была партия с классическим контролем времени, шестой тур этого интересного соревнования, и Магнус Карлсон имел здесь белые фигуры, сыграл d4. Отец ответил ходом конь f6, далее c4, e6, конь c3, d5. Далее происходит размен на поле d5, и после слон g5, слон e7, e3, c6, образовалась знаменитая карлспадская структура отказанного ферзевого гамбита. Белые играют ферзь c2, и черные решают пока не ставить коня на d7, а идут пешкой на поле h6, тревожа чернопольного слона белых. Слон отошел на h4, черные сделали рокировку, и далее слон d3. Мы видим, что белые избежали возможного размена белопольных слонов, и прочно захватив контроль над диагональю b1h7, получили здесь законное дебютное преимущество. Ладья e8 играет Хенрик Калсен, далее конь g2, довольно часто сюда ставят коня. Идея этого хода в том, что в дальнейшем ход слон g4 мы можем встретить путем f3, с дальнейшим e4, но конь может перейти на g3 и далее на поле f5. Но белые здесь столкнулись с разменной операцией конь e4. Сыграл здесь отец, происходит размен слонов, ну и далее следует ход слон бьет e4. d e, конь g3, теперь пешка на e4 атакована трижды, поэтому ее нужно защищать. f5 играет Хенрик Калсен, белые делают рокировку, и вот здесь нужно все-таки как-то развивать ферзевый фланг. Понятно, что ход конь d7 не проходит ввиду конь f5, поэтому Хенрик Калсен ставит своего коня на a6, имея ввиду в дальнейшем его перевод на b4, если позволят, а потом на d3, еще и с нападением на ферзя. Ну а после хода a3, Калсен Старший ставит его на c7, для того, чтобы захватить контроль над пунктом d5. Как мы видим, очень грамотно ведет партию отец Магнуса Калсена, и чувствуется, что с основами позиционной игры в такого типа положениях Хенрик Калсен знаком. Но белые здесь начинают активное действие в центре и играют f3, подрывая пешку на e4. Здесь черные не могут удержать эту пешку в центре, поэтому забирают на f3 и путем взятия ладьей белые еще раз нападают на пешку f5. В этой позиции Хенрик Калсен, видя, что ход g6 после e4 приводит к еще большему ослаблению позиций черных. Заметьте, что черный король в большой опасности, так как у него очень рыхлое пешечное прикрытие. Здесь черные сыграли f4, пожертвовали пешку ради вскрытия вертикали e. Сама по себе эта жертва напрашивается, но как показывает дальнейшее течение партии, эта жертва была здесь неоправдана. Черным нужно было вернуться ладьей на f8, имея ввиду, что взятие на f5 здесь приводит к ослаблению пешки e3. Черные забирая на e3 получают даже лучшие шансы. Поэтому после хода ладья f8 Калсену-младшему нужно было искать другие пути, для того, чтобы взломать оборону отца вот в этой ситуации. Но Хенри Калсен отдал пешку, Магнус Калсен ее забрал и попросил добавки. Слон же 4 сыграли черные ладья ff1, далее ладья ad8 и двинулась вперед пешка f. Магнус Калсен, конечно, понимает, что здесь можно попытаться решить партию прямой атакой на короля. Он двигает вперед свою пешку, пытаясь разрушить пешечное прикрытие черного монарха. Черные забирают на d4, но далее следует ход ff2 с нападением на ладью и усилением пешки f5. И здесь неожиданно оказывается, что после естественного отхода ладьи белые не забирают пешку на a7, а играют h3. И в очень опасное положение попадает белопольный слон черных. Вы видите, что ход f4 f5 имел еще одну цель, изоляцию вот этой фигуры черных. И в итоге просто здесь белые оставались с лишней фигурой. Поэтому Хенрик Калсен решил здесь успокоить позицию и разменял ферзей путем f3. Магнус Калсен пока что не берет, а играет h3 и снова слон под ударом. Ладья d2 здесь играют черные. Теперь размен вынужден. Черные таким образом контратакуют коня на g3. Но Магнус Калсен здесь, играя ладья f2, пытается спровоцировать отца на размен. В дальнейшем после этого мы видим, что обе фигуры черных под ударом. Ну а король кроме того, что напал на ладью, еще и защитил своего коня. Поэтому здесь черные берут на g3. Далее следует взятие и слон бьет f5. Для того, чтобы не потерять легкую фигуру, Хенрику Калсену пришлось отдать качество и пешку. Ну а Магнус, конечно же, здесь начинает потихонечку, очень технично реализовать достигнутый материальный перевес. Он играет ладья e1, король f7, прикрывая поле e7. Ладья f1, связка, король g6, ладья d6. Все-таки есть поля вторжения здесь у белых. Слон e6 приходится играть и далее ладья e1. Угрожает взятие на e6, после чего белые останутся с лишним конем. Поэтому последовало король f7, конь e4 с нападением на ладью. Ладья отошла, заранее защитив слона, конь c5. И в этой ситуации черные не могли отходить слоном на c8, потому что защита пешки b7 мнимая. Можно просто забрать и после ладья d7 белые здесь очень быстро побеждают. Поэтому черные сыграли b6, но пешка на c6 осталась под ударом. Магнус Калсен ее забрал. Далее bc, ладья бьет c7 и после король g8, ладья c6. Очевидно, что сейчас нападение на слона e6 и на пешку c5 делают позицию черных абсолютно незащитимой. Но Хенри Калсен здесь напоследок блеснул еще вот таким вот тактическим ударом. Конечно, этот ход был предусмотрен заранее его сыном, потому что получившаяся позиция технически абсолютно выиграна для белых. Здесь результат партии, то есть победа белых не вызывает абсолютно никаких сомнений. Поэтому Хенри Калсен здесь с чистой совестью сдался, поздравив своего сына с очередной победой в этом турнире. Вот такая замечательная партия отца и сына. Надеюсь, что она вам понравилась. Конечно, Магнус Калсен вряд ли бы стал тем, кем он является сейчас, без неоценимой помощи своего отца. Хенри Калсен настоящий менеджер своего сына. Он сопровождает его на важных турнирах, матчах и всячески поддерживает своего выдающегося шахматного чемпиона. Я посвящаю это видео всем отцам, которые лелеют шахматные таланты своих сыновей, заботятся о них, беспокоятся, помогают. Я, как детский тренер, довольно часто вижу вот такие вот взаимоотношения, когда добрая поддержка родителей, ну и прежде всего отца, положительным образом сказывается на результатах детей и мальчиков, и девочек. Ну и, конечно же, всегда помощь родителей – это очень большая помощь для тренера. Ну а мне остается только с вами попрощаться. Спасибо большое за внимание. До свидания.